Набираем полторы тысячи лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем привет дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи и мы продолжаем карьеру за Мадридский Реал. В прошлой серии ребята получился невероятный финал Лиги Чемпионов и мы с трудом, но смогли ее выиграть у Манчестер Сити. Это был тяжелый матч, это была серия 11 метровых и если вы не смотрели, то ребята обязательно посмотрите, выпуск был огненным. Сегодня мы начинаем серию с трансферов, также у нас идет предсезонный турнир и это так скажем переходная серия между двумя сезонами. Я не знаю на самом деле что в ней будет, потому как у нас большинство футболистов уехало по сборным, сейчас будут какие-то симуляции. Ну а также в прошлой серии мы с вами подписали Поля Погба, это наш первый трансфер перед стартом второго сезона и у нас ребята на распоряжение есть почти 300 миллионов. Это без учета продаж, но есть одно но, у нас всего лишь рейтинг 69 ниже ожидаемого и мы не выполняем задачи, которые руководство нам поставило. Мы так и не смогли выиграть 5 матчей в сухую на выезде, мы не заменили трех игроков команды, ну и также мы не добились популярности клуба в Северной Америке за 2 сезона. И также нам нужно снова выиграть Лигу Чемпионов, нам нужно выиграть Чемпионат, а также Кубок Испании. Ну и собственно подписать за 2 сезона хотя бы одного футболиста из Молодежной Академии и заиграть его не менее чем в 30 матчах сезона. Ну и постараться увеличить стоимость клуба на 25%. В общем, у нас есть куча всяких заданий и нужно смотреть, что у нас из всего этого сможет получиться. Я надеюсь, нас хотя бы не выгонят, потому как это FIFA и здесь может быть все что угодно. Вы, ребята, по старинке поддержите видосик лайком, усаживайтесь поудобнее и, конечно же, если вы новенький, подписывайтесь на канал и прижимайте колокольчик. Вот такой вот у нас стартовый состав, весьма необычный. Здесь и Куба, и Салазар, и Вальеха, Алтуб на воротах. Я не знаю, правильно я произнес вообще его фамилию, но вы поправьте, если что, в комментариях. И мы выходим играть против Челси. Это, ребята, будет симуляция предсезонного турнира. Давайте быстренько включим ее, будем смотреть, как будут развиваться события, потому что Челси тоже подошли к этому матчу в весьма таком экспериментальном составе. И большинство футболистов команд разъехались по своим сборным, как у нас, так и у Челси. И, как мы видим, у нас есть, по-моему, из основы там Модрич на скамеечке. У них, как я вижу, Хаким Зиеш присутствует в команде. Также есть Джеймс, Дринквотер, Хацнадой. Но, по факту, большинство ребят, которые в основе, они разъехались. У нас уже прошла середина первого тайма. Моментов пока не было ни у одной из команд. У нас неплохо разыгрывает центр поля. Но оно и понятно. Там Вальвер де Камовинго, Иска, в принципе, футболисты, которые частенько выходили по ходу сезона. Кто-то играл в старте, кто-то выходил на замену и творил чудеса в финале Лиги Чемпионов, такие как Иска. Ну, а Челси пока тоже не может ничего сделать. И игра больше проходит в центре поля. В первом тайме команды голов не забили. Продолжаем смотреть, продолжаем следить за ходом этого матча. И я надеюсь, что все-таки у нашей команды получится забить. Мы пропускаем Хацнадой на 86-й. Забивает гол. В принципе, моментов в этом матче немного. И, мне кажется, вряд ли мы уже успеем отыграться. Мы уступаем Челси, ребята, в первом матче предсезонки. Но это понятно. Там такие составы. И, как мы видим, здесь многие команды сыграли в ничью. Кто-то выиграл, кто-то нет. И смотрим, смотрим, что у нас здесь в офисе. У нас пришло предложение по Кариму Бензима. Как я понимаю, это предложение от Аталанты. И мы попробуем сейчас выжать максимум с Карима 65 миллионов. Мы готовы предложить вам 55,5 миллионов за Бензима. Но, я думаю, нам стоит повысить эту сумму. Давайте 64,5 миллиона. Они хотят 55 и при перепродаже. Ну, какой процент при перепродаже, дружище? Один процент, куда ты уже Бензима будешь продавать? Так, предложить новую цену трансфера. Ну, давайте ровно 60... Давайте 63,500. Вот так вот. 57. Ну, потихонечку они начинают поднимать. 63 ровно. Мы будем рассматривать другие варианты. Слишком уж дорого. Для них это оказалось. Ну, всего хорошего. Ну и, друзья, как я и говорил, мы постараемся подписать Эрлинга Холланда. 21 год. Рейтинг 90. И его начальная сумма от 182 миллионов. Так что поехали на переговоры. Ну, давайте тогда сразу предлагать 180 миллионов. А там будем уже смотреть, сколько они захотят за Холланда. Они хотят 248 и 10% при перепродаже. Ну, давайте тогда сделаем вот так. Я согласен на 200 миллионов. И пускай 10% при перепродаже это меня устроит. 248, да? Так, изменить. Давайте 15%. И 205. Что-то прям Холланд взлетел в цене. Это разумное предложение? Отлично. Теперь, друзья, нам нужно договориться с самим Холландом. Сейчас быстренько взглянем. 120 миллионов, по-моему, у него за... 120 тысяч у него зарплата. И нужно сейчас будет, я думаю, ее приподнять. С игроком, мне кажется, при наличии денег договориться легче, чем иногда с командой. Холланда, видимо, оцепанули. И сборной он приехал со своим агентом быстренько перетереть с нами. И уже, как говорится, в новый сезон с новой командой. Итак, ключевой игрок. Я думаю, это их, конечно же, устраивает. Контракт на 5 лет они нам предлагают. Мы это тоже соглашаемся. Отступные игнорируем. Они хотят отступные в 441 миллион. Ну, окей. Я не знаю, кто за него такие деньги отдаст. Мы с трудом отдали 205. Так, с этим мы определились. Давайте теперь с зарплатой. Ну что, я думаю, можно, например, 180 и подписной бонус, ну, скажем, полмиллиона. Они хотят зарплату 190, подписной бонус 2 миллиона 100 и за 25 голов 11 миллионов. Ну, слушайте, давайте-ка изменим вот здесь. Давайте миллион. Просто еще 11 сверху за 25. Хотя здесь, наверное, стоит дать полтора. Давайте вот так. Изменить бонус. За 25 голов мы дадим 7 миллионов. Потому что я уверен, что Холланд эти голы сможет забить. За 20 голов 9 миллионов, да? За 25 голов. Он хочет перейти в ваш клуб, и поэтому он соглашается на такие условия. Ну, слушайте, это будет интересно. Сможет ли Холланд столько забить? Понятное дело, что мы не будем специально не забивать. Но 25 голов это уже планочка хорошая. У нас, друзья, осталось 86 миллионов 260 тысяч на зарплату. Нам нужно продавать игроков. Нам нужно смотреть, кого мы сможем продать. Я понимаю, что, видимо, не всех мы сейчас будем продавать, кого собирались. Но, тем не менее. В межсезонье время экспериментировать с составом и тактическими схемами. Ротация тоже очень важна. Некоторым игрокам надо дать отдохнуть, а другим нужна игровая практика. В матчах в межсезонье можно сделать 7 замен. Раньше, я помню, было в межсезонье сколько угодно замен. У нас игра с Ливерпулем. Что у нас, кстати говоря, там по составу? Приехали ли другие игроки? Нет, смотрите, они просто все. Все уехали в сборные. Чтобы вы не думали, что я придумывал. У нас вот реально Лука Модрич один на замене из серьезных таких игроков. А все остальные на поле, кто может выйти. И мы отправляемся снова симулировать игру против Ливерпуля. И давайте на быстрой симуляции посмотрим, кто выиграл, кто проиграл. И мы проигрываем 3-2. Обидно, обидно. Иска делает дубль. Он пока пытается тащить нашу команду, но вот остальные партнеры ему не помогают. У нас пришло предложение по Мариан Диасу от Баруси Менгенгладбах. 6 миллионов они предлагают. И, в принципе, я на это согласен. Я не хочу даже торговаться. Пускай они его забирают. И здесь многое будет зависеть именно от самого Мариана Диаса, а не от того, сколько предлагает команда. Колланд не сыграл. Понятное дело, что он не сыграл, потому что его нет. Его нету на поле. Давайте-ка выпустим Мариана Диаса. Пускай он хотя бы напоследок, может быть, что-то покажет. И, собственно, таким будет наш состав на игру против китайского клуба. И, ребята, давайте смотреть. Хотя бы здесь выиграет ли наша команда. Это победа 3-0. Адриас Соло, Иска и Начо забили по голу. Переговоры Мариана Диаса в Баруси Менгенгладбах сорвались. Сторонам не удалось достичь соглашения. Понятно, мы заработали 3 миллиона за наш предсезонный турнир. Мы вылетели оттуда, потому что нам не хватило очков. И, собственно, теперь нас ждет, ребята, финал. Итак, у нас есть предложение об аренде. Куба хотят взять Вильяреал на 2 года. Окей. У нас пришло предложение от Валенсии. По Майералу 21 миллион. Они за него предлагают. В принципе, я согласен. Пускай, пускай. Нормальная стоимость. И мы его с вами не заигрывали. 25 лет. Рейтинг 78. А 21 миллион – это весьма неплохие деньги, которые мы могли бы вложить в трансфер, например, Хакими. Карим Бензима. Пришло предложение от Арсенала. Майерал переходит в Валенсию. Отлично. Куба сдан в аренду. Давайте смотреть, что предлагают по Кариму Бензима. Они предлагают 55 миллионов. Мы можем поторговаться до 60. Попробуем. Новая цена трансфера. Давайте попробуем 63. 63 миллиона. Не знаю, согласятся они или нет. Если что, понизим до 60. Они сами понижают. А мы тогда сделаем вот так. Давайте к 61.900. Ну, отлично. Они согласны. Теперь все осталось за Каримом Бензима. Он провел у нас отличный сезон. И он сам хотел покинуть команду. Он хотел попробовать себя в чем-то новом. Зарплата у него 350 тысяч. Это тоже разгрузит наш зарплатный бюджет. Нам предлагают аренду для бланка. С правом выкупа. Ну, слушайте. Можно дать парню шанс. Но только без права выкупа. Просто аренда. Если их устроят. Пускай берут. Пускай парень развивается. Потому как в новом сезоне. Не знаю, хватит ли места в центре полузащиты для всех. У нас пришло предложение по Тони Кроссу. От Дортмундской Боруссии. Но я думаю, пока Тони Кросса нам стоит все-таки придержать. Да, ему 32 года, но Тони Кросс и Модрич все-таки как-никак. Да, Карим Бензима тоже легенда. Но, ребята, все-таки с нахождением Холланда и Мбаппе у Бензима будет очень мало шансов и мало игровой практики. И держать такого футболиста на скамейке не вижу смысла. Бензима согласился перейти в арсенал. Это тоже будет весьма интересно, что он сможет там показать. Будем следить за Каримом в чемпионате Англии. Ну а так мы потихонечку переходим, ребята, к финалу против Ливеркузенского Байера. Тоттенхэм хочет приобрести Иско, но мне кажется, после финала Лиги Чемпионов мы оставим Иско пока что у себя. Пришло предложение от Марселя. Снова по Мариано Диасу. Мне писали, что можно попробовать его вручную. Начать переговоры. Давайте попробуем до 6,5 миллионов. Может быть они согласятся так, и тогда Мариано Диас сможет нас покинуть. Итак, давайте-ка 6,5 миллионов. Гаррета Бейла мы смогли продать, они предлагают 6 миллионов. Новая цена трансфера, давайте 6200. Отлично. За 6 миллионов 200 тысяч они согласились. Нужно теперь, чтобы Мариано Диас согласился. У нас, друзья, 163 миллиона. Это значит, что мы можем позволить себе приобрести Хакими. Его начальная стоимость от 115 миллионов, так что погнали на переговоры. Предложим цену трансфера, но давайте начнем со 115. Мы не будем сразу же сильно залетать вперед. Все-таки я знаю, что Хакими хотел бы вернуться в свое время в Мадридский Реал. И это хороший шанс усадить Карвахаля. Они хотят 154. Контрпредложение 125. Давайте-ка вот так. Все-таки нужно быть тоже разумными. 147.200. Хорошо. Поднимаем до 127. 200 тысяч. Они хотят все равно 47.200. Хорошо. 130. Нужно торговаться, ребята. Нужно торговаться. И они соглашаются на 130 миллионах. Ну а теперь нам нужно подписать Хакими. Уже предложить ему контракт. Его зарплата 115 тысяч. И сейчас мы обсудим контракт. Итак, давайте. Ключевой игрок. Это меня полностью устраивает. Контракт на 4 года. Да, нас это устраивает. Отступные 252 миллиона. Я бы сделал контрпредложение. Давайте 352. А если мы откажемся от отступных? Хорошо. Мы можем продолжить сделку. Зарплата. Ну давайте. 180. Подписной бонус. Миллион двести. Достойное предложение. Моего клиента это устраивает. Ну и ребята. Нас тоже устраивает, что Хакими возвращается домой. Переговоры по Мариано Диасу сорвались. Ребят, я не знаю, как его продать. Это очень упертый парень. Нам также пришло предложение по Начо Фернандесу. 17 миллионов за него предлагают. Но честно скажу, мы можем получить 19 400. Да? Но я вот не знаю, стоит ли нам его продавать. У нас с защитниками не так все здорово. И я думаю, Начо стоит пока оставить. Вы пишите в комментариях, что вы думаете по поводу позиций. Как видите, пока что Тони Кросса и Модрича мы оставили. Милитау в хорошей форме. Все будет, ребята. Мы сейчас отправимся на игру. Нужно только настроить состав. Также, друзья, давайте взглянем на ближайшие трансферы, которые уже прошли. Как мы видим, Ришарлисон перешел в Атлетико Мадрид. Наши конкуренты тоже усиливаются. Эрлинг Холланд и Хакими присоединились к нам. Прямо на третьем месте по главным сделкам находится Лапорт, который из Манчестер-Сити перешел почти за 116 миллионов в Интер. Пресс-конференция перед матчем за Суперкубок. Хакими перешел в ПСЖ, и теперь у вас есть настоящая суперзвезда. Он дебютирует в Байера. Болельщики скоро увидят, что он из себя представляет Хакими, и он докажет, что достойен играть в нашей команде. Холланд перешел из Дортмунда, и теперь у вас Суперзвезда. Он дебютирует в матче против Байера. Он тоже покажет, на что способен, и болельщики его увидят. Чего вы ждете от матча против Байер-Ливеркузен? Матч в рамках Суперкубка. Это финал, а значит, обе команды будут играть на максимуме своих возможностей. Мы готовы на все ради победы. Это, друзья, Суперфинал. Это матч между победителями Лиги Европы и победителями Лиги Чемпионов. Достался не самый серьезный соперник, но частенько такие команды как раз-таки и заставляют попотеть. Вот он, наш стартовый состав. Поль Погба, Холланд, Хакими, все они в старте. Ну и давайте отправляться на игру. Самое главное, друзья, нужно не забыть, что Эрлинг Холланд у нас левша. И чаще нужно подстраиваться именно под левую ногу. Ну и, конечно же, будет интересно посмотреть на их взаимодействие вместе с Мбаппе. Что два этих молодых паренька смогут показать. Ну и напомню, что в контракте Холланда числятся 25 голов за сезон. Тогда мы должны будем заплатить ему, по-моему, 9 миллионов, если я не ошибаюсь. Не знаю, эти голы считаются за весь сезон или только в чемпионате, но я думаю, этот парень способен их забить. У Байера хороший тоже состав, много молодых быстрых ребят, тоже есть изменения. И в этом сезоне будет как раз таки интересно следить за тем, как другие команды меняются, кроме нашей. И что они смогут показать. Поль Пугба взял себе шестой номер. На Холланде у нас девятка. Какой номер у Хакими, честно сказать, я не помню. Здесь я вижу 8. Восьмой? Нет, двадцать восьмой. Походу, двадцать восьмой номер у Хакими. Но если что, это можно будет поменять. Вы предлагаете свои варианты в комментариях. Ну а также предлагаете, кого еще стоит рассмотреть. Кого еще стоит продать. Ну и, как я вижу, шик. Нас три атаки Оливер Кузенского Байера. И, ребята, поехали. У нас три новичка в стартовом составе. Вот так вот сразу мы кидаем их в бой. Я очень надеюсь, что от этого химия нашего состава не испортится. Венисиус набирает скорость сейчас по флангу. Можно подавать подачи на Холланда. Тот пытался выиграть верх. Как и здесь, Поль Погба пытался выиграть борьбу. Его чувствуется сейчас. Наша команда играет примерно так же, как она играла в кубке против Сельте. Немножко как-то штормит наших игроков. Не самая лучшая, видимо, сыгранность пока Поль Погба. Хорошо, как Поль Погба здесь поборолся. А вот Хакими дальше выиграть борьбу не сумел, а здесь положение вне игры. Забросик на Холланда. И Холланд не добирается до мяча. Но пока нужно привыкнуть Холланду к новой команде. Сейчас Байер пытается что-то придумать. Мы пытаемся не дать им пробить. Отлично. Прошел отбор. Ну а теперь нужно бежать. Лука Модрич. Он видит забегание Холланда. Холланд догонит. Нет, к сожалению, не получилось у Холланда догнать этот мяч. 25 минут позади. Пока, ребята. 0-0. Небольшой провал на фланге Хакими. Но он догоняет соперника. Выгрызает мяч. Здорово. Эрлинг Холланд видит Камовингу. Камовинга бьет по воротам. И 1-0. 31 минута. Голевая передача Эрлинга Холланда. И первый гол Камовинги в этом матче, ребята. 1-0. Классно разыграли. Холланд увидел забегание Камовинги. Тот приложился и пустил мяч под штангу. 31 минута. Мы выходим вперед. Но игра такая, довольно нервная. И я думаю, Байер не будет сдаваться. Не будет отсиживаться в обороне. Все-таки это финал. И снова Холланд. Черпачок на Камовингу. И тут пас на Мбапе прошел. Мбапе. Модрич. Что за моменты, ребята? Хакими. Холланд. А что, если слева отсюда крутану? Терлинг Холланд сейчас мог положить красоту, ребята. С левой, без разбега, просто крутил в дальний угол, но не попал. Арбитр добавил одну минуту. Байер идет, возможно, в последнюю атаку первого тайма. Но звучит свисток. У нас перерыв. И пока что 1-0. Чувствуется, что все-таки сыгранности нашей команде пока не хватает. Новые футболисты, хоть и в неплохой форме, но я ощущаю, как команда играет не так, как бы мне хотелось. И в некоторых моментах их как-то поддергивает. Но я думаю, те, кто играет в FIFA, они понимают, о чем я. Когда вот сыгранность в команде не очень хорошая, то и футболисты иногда действуют странно. Ну и Байер в начале второго тайма сейчас идет в атаку. Неплохой проброс мяча. Ну и здесь смогли разобраться наши парни. Ой-ой-ой, а вот это привоз. Удар по воротам и 1-1. Как же так мяч проскочил. И Патрик Шик забивает гол и сравнивает счет. Но вот Байер воспользовался своим моментом. И Шик без раздумия бьет в дальнюю девятку. Ну смотрим еще раз. Да, прервали пас на поле Погба, который здорово открывался. И в итоге нас наказывают. Шик подрабатывает и слева и шикарно попадает в дальнюю девятку. Это, ребята, ничья 1-1. И мы продолжаем. 56-ая минута. Пепе. Ух ты, как он здесь разобрался с Минди. Передача в центр. Пас под удар. Нет. Вот только сейчас прошел удар. Начинает куражиться уже Байер. Нам нужно действовать повнимательнее. Где Венисиус? Где Холланд? Взбивает Минди. Это пенальти. Это пенальти. Желтая карточка, ребята. И кто же будет бить? К мячу подходит Мбаппе. Но он любезно уступает Эрлингу Холланду. Холланд бьет поворотом. И вот он. Первый гол за Мадридский Реал. Добро пожаровать Эрлинг в новый клуб. Но им Баппе красавчик. Дал партнеру попробовать забить. Ну и Холланд по центру прошил. Голкипер прыгнул в угол. Это 2-1. Эрлинг Холланд забивает. И пока, ребята, у Холланда даже с трудом. Но гол плюс голевая. Лука Модрич выигрывает мяч. Это Эрлинг Холланд. Понесся в атаку Холланд. Ложный замах. Пытается слева сейчас приложиться. Поль Погба. Черпачок на Мбаппе. Здесь хотели французский розыгрыш устроить парни. Но не получилось. Тем не менее мы продолжаем давить. Это Венисиус. Пяточка на Холланда. Мбаппе. Пятка на Хакими. Это фантастика, друзья. Хакими подключается в атаку. И забивает третий гол. 3-1. Это было изумительно. Как сыграли парни. Но и Мбаппе красавчик. Щелкнул пяточкой на ход. И два новичка. Команды забивают в первом матче. У нас 10 минут до конца. И Байер идет в атаку. Неплохой перевод мяча на правый фланг. Здесь Минди. И подача в штрафную. Отбились. Что? Что там было? Оффсайт? Считанные минуты остаются до конца этой встречи. Байер продолжает идти вперед. Они пытаются отквитать хотя бы еще один гол. Не давать пробить. Перевод направо. Подача. Нет, это прострел. Удар поворотом. И Тибу Куртуа, ребята. Еще один пас. И снова Куртуа. Добивание. И все-таки Байер забивается. В самой концовке Патрик Шик забивает второй гол. Но не мог Куртуа, конечно, тащить все один. И в итоге вот таким вот жарким получается этот финал. Потащил первый выстрел Куртуа и здесь. Если бы Шик бил в ближний, то я думаю Куртуа спас. Ну а так, к сожалению, расстреливали уже в упор. Патрик Шик делает дубль. И звучит финальный свисток. Это победа в Суперкубке. Это трофей. В межсезонье, ребята. И сейчас будем смотреть дальше, что у нас там на трансферном рынке. Ну и, конечно же, награждение. Куда без этого? Лука Модрич с капитанской повязкой сейчас поднимет кубок над головами партнеров. Не с самого высокого роста, конечно, Модрич в команде. Но, тем не менее, я думаю, с вытянутыми руками он поднимет выше Холланда, выше поля Погба. И, ребят, это победа в Суперкубке. Я думаю, она уже заслуживает вашего лайка. Ну и для тех, кто любит статистику, вот такой вот она у нас оказалась. 7-6 по ударам. Ожидаемые голы у Байера даже были побольше, побольше передач. У нас, как обычно, больше отборов. Ну и, ребята, отправляемся уже на трансферный рынок. Хакими забил в первом же матче за Мадридский Реал. Что скажете о таком великолепном дебюте? Больше вы хотеть не приходится. Игрок горит желанием играть и забивает. Поэтому мы его и купили. Холланд забил в первом же матче за Мадридский Реал. Что скажете о его дебюте? Мы нашли свой талисман. Это полностью сформировавшийся игрок, и он уже показал, на что способен. Поздравляем с победой. Отличной игрой против непростого соперника. Каково это, наконец-таки, выиграть долгожданный трофей? Немногим командам удается сделать то, что сегодня сделали мы. Своим игрокам скажу только вот что. Вы молодцы. Мы вами гордимся. Итак, у нас пришло предложение от Вильериала. Потому как аренда с прошлым соперником. Да, так можно тоже их назвать. Стрелл Седат, она сорвалась. Попробуем бланк отправить в Вильериал. Также у нас до сих пор висит предложение по начу Фернандес. Сейчас, ребята, у нас стартует чемпионат матчем против Атлетик Клаб из Бильбао. И как мы видим, Агуэра уже забил два гола. Также забил Депай. Так что нам нужно, ребята, сейчас стараться забивать и выигрывать. Вот такие вот стартовые составы. У нас сегодня выходит Вальверда. Вместо Луки Модрича Куртуа получает капитанскую повязку. Ну и, ребята, поехали. В Суперкубке мы смогли выиграть. Но как теперь будет действовать наша команда в чемпионате, пока не ясно. Этот первый матч, он на выезде. И конкуренты уже выиграли. Так что нам ни в коем случае нельзя сейчас допускать ошибок. Не нужно постараться выиграть. Мы помним жаркие матчи прошлого сезона против Атлетик Клаб из Бильбао. И не всегда они складывались для нас просто. Так что весьма непростой соперник нам достается на первый тур чемпионата Испании. Совсем скоро, я думаю, мы уже узнаем с вами и группы Лиги Чемпионов. Новые Лиги Чемпионов второго сезона. Но для начала нужно стартануть, конечно же, в чемпионате. Показывают нам расстановку. Мы это все уже, ребята, видели. Так что давайте начинать. Неплакая разрезающая передача. Оффсайда нет, хотя наши защитники сигнализировали, что могло быть положение вне игры, но в итоге угловой. И первый момент для хозяев. Подача Куртуа. Не догоняет его соперник. Параллельным курсом бежит Мбаппе. Удар по воротам 1-0. Мбаппе забивает первый гол Мадридского Реала в новом сезоне чемпионата Испании. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром. Ну и здесь шикарно сыграл Венисиус. Шикарно сыграл Мбаппе. Никакого офсайда. И, ребята, 1-0. Пас на Холланда. Набирает он скорость. Бьет по воротам, но пока немножко не везет. Тяжеловато пока выглядит Холланд. Но вот Холланд пока тяжеловат. А вот теперь дальние выстрелы. Снова Тиба Куртуа. Раздосадован главный тренер Атлетик Лап из Бильбао. И это очередной угловой. 28-я минута подачи. Мбаппе отбились. Небольшой провал в обороне Камовинга. Встречает соперника и заставляет его ошибиться. Минди набирает скорость. Здорово. И снова на дальней бровке есть Мбаппе. Снова подача на него. И, ребята, 2-0. Киллиан Мбаппе. Дубль. Но не собирается далеко отпускать Куна Гуэра. Этот парень сразу же в первом тайме забивает два мяча. И говорит всем болельщикам. Спокойно, ребята. Бомбардирская гонка только начинает. Но вот чувствуется, что во втором сезоне и наша команда играет иначе. И команды соперника давят. Создают моменты. И вот сейчас по игре 2-0. Но я не скажу, что игра как-то идет в одни ворота. Атлетик очень неплох. И давайте просто выбьем и завершим первый тайм. Но вот я говорил в первом сезоне. Скажу сейчас. Камовинга иногда, когда ты за него играешь. Такое чувство, что это, знаете, бэби-версия поля Погба. И вот он очень в игровом формате похож на поле Погба. Также вот открывается. Хорошая обработка, техника, передачи. Ну а вот уже Атлетик в атаке. Держим, держим их сейчас. Здорово. В тонике скрытый пас на Мбаппе. Это хороший момент. Мбаппе бьет поворотом в дальний. Тащит вратарь. Штрафной удар. 32 метра до ворот. Чуть больше 20 минут до конца. Даля Казетт взял неплохой разбег. Пробил, но не получилось. Холланд. Передача пяткой на Мбаппе. Красиво, но Мбаппе не забил. Теперь Холланд. Мяч под левый. Удар поворотом. И снова спасение. Прострел. Отбились. Лука Модрич дал пробить сопернику. Еще момент. И снова Тибо Куртуа, ребята. Уже в первом матче этот парень спасает раз за разом. Дадим отдохнуть Хакиме. Выйдет Карвахаль. Звучит, друзья, финальный свисток. Вот таким вот получилось наше межсезонье. Старт второго сезона. Я надеюсь, серия вам понравилась. Обязательно поддержите ее. Лайком пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Предлагайте также футболистов. Кого продать, кого купить. Все прочитаю. Ко всему прислушаюсь. Ну а с вами был Локи. Огромное спасибо за просмотр и поддержку. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok